Мы приветствуем всех присутствующих в Центре компьютерного обучения специалистов МГТУ имени Вауна. Сегодня у нас вебинар, семинар-вебинар, который называется «Подводные камни и каверсные вопросы на собеседовании». Этот вебинар, в первую очередь, мы предназначали тем, кто ищет работу, соискателем. Но он также будет интересен и работодателем, потому что те вещи, о которых я буду говорить, возможно, не все работодатели знают и захотят принять к сведению. О себе. Меня зовут Светлышева Ольга Юрьевна. Я являюсь членом Национального союза кадровиков и сертифицированным специалистом в области кадрового менеджмента, кандидат юридических наук. Начинала свою трудовую деятельность с преподавания в высшем учебном заведении и затем кризис жанра, и я перешла в HR – Human Resources – Человеческие ресурсы. Обучившись в МГУ имени Ломоносова и получив диплом о профессиональной переквалификации, я начала свою деятельность в HR с рекрутинга в кадровом агентстве. Работала, подбирала персонал для организации. Там я отработала разные навыки подбора персонала, в том числе и проведение собеседования. И затем начала делать межорганизационную карьеру. Переходя из одной организации в другую, с увеличением ответственности, с расширением функций, с повышением должности, я доросла до директора по персоналу. В качестве директора по персоналу пришла сюда, в Центр компьютерного обучения специалистов. Это было 8 лет назад. Я уже 8 лет здесь работаю. И затем плавно вернулась в преподавание. У каждого человека наступает момент, когда хочется поделиться своими знаниями. Вот сейчас у меня, видимо, этот момент и настал. Курсы, которые я веду в нашем Центре, это курсы по управлению персоналом. Для менеджеров по персоналу, для рекрутеров, для директоров по персоналу. И кадровые курсы, где мы учимся оформлять трудовые отношения. Эти курсы предназначены для инспекторов по кадрам, специалистов по кадрам, начальников отдела кадров. Ну и для всех, кто занимается кадровым делопроизводством. Кроме того, я публикуюсь в разных изданиях, наверняка читали мои статьи. И консультирую работодателей в свободное от преподавания время. Мои контакты. Адрес моей корпоративной почты выделен красным. Вы можете писать мне письма, если у вас возникают какие-то вопросы. На нашем сайте специалист.ру Главное преподавателем. У каждого преподавателя есть своя страничка. И в социальных сетях я тоже зарегистрирована. Приходите, я всегда рада. Я всегда общаюсь с большим удовольствием с нашими слушателями. Вот такую схему прохождения курсов вы можете увидеть на нашем сайте. Верхняя часть посвящена оформлению трудовых отношений. И предназначена в основном для кадровых работников, которые работают в отделах кадров. А нижняя часть предназначена для менеджеров по персоналу, директоров по персоналу. Это курсы по управлению персоналом. Сегодняшняя тема больше подходит под курсы по управлению персоналом. Если вам захочется подробнее узнать о том, как правильно проводить собеседование, какие методики есть и отработать, что самое главное, отработать эти методики, мы вас приглашаем на практический курс по подбору персонала. Современные методы и приемы собеседования. На нем мы проводим практическую работу, проводим собеседование, играем роли и работодателя, и кандидата. Поэтому этот курс будет, наверное, интересен всем. И еще для наших выпускников совершенно бесплатный курс, который называется «Успешный поиск работы и трудоустройство». Он предназначен в основном для тех, кто ищет работу. Но если кому-то будет интересно, кто работает сейчас, еще пока не ищет, но интересуют такие вопросы, как составление резюме, образ кандидата на собеседование, внешний образ, или правильные ответы, кавычка, конечно, правильные, на собеседование или принятие решения, то это сюда «Успешный поиск работы». И вообще мы всегда рады видеть вас в нашем центре, на любом курсе. Документы об окончании, которые мы выдаем после окончания курса. Это свидетельство, сертификат на английском языке по желанию, удостоверение повышения квалификации, и вот тот самый диплом о профессиональной переподготовке. Вы знаете наверняка уже, что начиная с 1 июля 2016 года вступают в силу профессиональные стандарты. И вот этот диплом, он очень хороший, показателен для тех, кто хочет расти и развиваться в своем направлении. Вопросы, которые мы рассмотрим сегодня на нашем семинаре. Мы выясним, чем интервью отличается от собеседования, какие бывают виды собеседования, с какой целью работодатели задают разные вопросы, цельскатели их называют часто глупыми, и как на них отвечать. Из часто задаваемых вопросов, поскольку я уже не первый год веду «Успешный поиск работы и трудоустройства», вот этот бесплатный курс, задаются, как правило, одни и те же вопросы. То есть я понимаю, что соискатели мучают какие-то определенные темы. Так вот одна из тем, это как объяснить работодателю длительный перерыв в работе, чтобы не работать. Или как объяснить конфликтное увольнение. Стараемся скрывать это, но если вдруг работодатель об этом узнает, что делать, как объяснять. Или многие люди в последнее время меняют сферу деятельности. То есть не только молодые без опыта после окончания вуза приходят на работу, но еще и достаточно взрослые, зрелые люди, они приходят к тому, что им нужно сменить сферу деятельности. Вот я зрел в возрасте сменила сферу деятельности. Многие наши коллеги это делают. И вот как убедить работодателя, чтобы он не боялся вас принять на работу, и вы сможете справиться с теми обязанностями, которые предлагает работодатель. Еще частые вопросы задают, связанные со стресс-интервью. Вот почему работодатель интересуется интимной жизнью, спрашивают наши выпускники, слушатели. Скорее всего, это стресс-интервью, и если вам интересно, я расскажу и об этом. Еще один вопрос. В российской культуре не очень применено говорить о деньгах. Поэтому многие собеседования заканчиваются как-то вот так, не выяснив этот важный вопрос. Вместе с тем, конечно, нужно обязательно это уточнять, но уточнить таким образом, чтобы работодатель не испугался и не сказал, ой, нет-нет-нет, это очень меркантильный кандидат, он нам не нужен, он думает только про деньги и все прочее. Так вот, какие есть особенности проведения переговоров о заработной плате. Еще бывают случаи, когда в конце собеседования работодатель говорит, остались ли у вас какие-нибудь вопросы ко мне? Или хотите ли вы задать мне какие-нибудь вопросы? И тогда мы должны что-то ответить. Либо нет, у меня нет никаких вопросов, либо да, у меня есть вопросы, и тогда их задавать. Вот вопросы. Какие вопросы мы можем задавать? И еще интересный момент. Что нужно работодателю? Вообще, кого он хочет видеть у себя? Есть ли несколько кандидатов, кого выберет работодатель? В пользу кого сделает выбор? Понятно, что работодатели разные, представители работодателей тоже разные, и что есть стереотипы, но тем не менее, есть простые правила, о которых я расскажу. Из каждого правила есть исключение, но мы будем руководствоваться все-таки именно этими правилами. И в конце я отвечу на ваши вопросы. Хорошо? Вопрос первый. Чем интервью отличается от собеседования? Ну, казалось бы, одно и то же, и рекрутеры, когда говорят об интервью или собеседовании, они стараются не разделять эти понятия. Но вместе с тем все-таки разница есть. Вот что такое интервью? Это когда кто-то один, то есть одна сторона, задает вопросы, а другая сторона отвечает. То есть предполагается, что человек тестирует, задает вопросы, ну и потом кто-то принимает решение, вообще нужен он нам или нет. А вот собеседование – это более мягкая форма деловой беседы от слова «собеседование», то есть совместная беседа, когда и та, и другая сторона могут, имеют возможность задавать вопросы и обсуждать какие-то вопросы, которые интересуют и ту, и другую сторону. Чаще всего интервью проводят либо с линейным персоналом, ну, предположим, нам нужна уборщица. Понятно? Ну, какое там собеседование, да? Вот она пришла, мы спросили, есть ли у вас опыт работы, с какими химическими средствами вы работали, какие площади убирали, ну и все, да, вы нам подходите, нет, вы нам и подходите. И еще могут проводить собеседование, интервью тогда, когда проводят выбор службы безопасности, да, потому что им тоже нужно понять, насколько вы несете угрозу для нашей компании, законопослушны вы или нет, и вот тогда они таким тоном здесь вопрос задаю я. Во всех остальных случаях скорее это будет собеседование, тем более с менеджером по персоналу, потому что менеджер по персоналу это тот самый человек, который, ну, почти так же, как и вы, очень хочет закрыть эту вакансию. Очень часто менеджер по персоналу получает заработную плату, исходя из количества и качества закрытых вакансий, то есть им платят какую-то окладную часть постоянную и примерную часть премии от закрытых вакансий. Поэтому, если менеджер по персоналу почувствует, что вы ценный кандидат, он обязательно вам поможет. Вы к нему можете обращаться с любыми вопросами, он обязательно вам поможет. Есть разные стили проведения интервью, возможно, вы тоже с этим сталкивались. Чаще всего используют смешанный стиль, все вместе. Но иногда, придя на собеседование, вы можете столкнуться с таким допросом, вот как раз то, о чем я говорю, интервью. Задают вопросы, это может быть и стресс-интервью, а может быть, как я уже сказала, касается каких-то определенных категорий. И еще может быть такая ситуация. Вы приходите на собеседование, задаете вопросы, чем занимается ваша компания, например, не нашли сайт. Может такое быть? Может. Вам позвонили, говорят, приходите на собеседование, мы вас ждем. Срочно, немедленно, бегите. Вы даже прибежали, и еще не знаете, чем занимается компания, спрашиваете, чем занимается ваша компания, а вам не отвечают. Вы спрашиваете уже в конце, по поводу заработной платы, а вам тоже не отвечают. Вы интересуетесь, ну хоть скажите, белые, серые, черные, хоть цветы, скажите. Не отвечают. Это называется игра в прятки. Вот когда работодатель начинает играть в прятки, тут два варианта. В любом случае, это некий риск. С одной стороны, работодатель может нарушать законодательство Российской Федерации, и тогда вы сами делаете вывод, стоит вам работать в такой организации, где вы будете абсолютно не защищены. А вторая ситуация может быть, когда работодатель играет в прятки, не отвечает вам на вопросы. Когда вы не являетесь интересным кандидатом, то есть он уже принял решение, что, скорее всего, сделает выбор в пользу другого кандидата, поэтому зачем вам давать много информации, если все равно вы у них работать не будете. То есть это такой звоночек. Еще один стиль проведения интервью – соло, монолог. Когда работодатель много всего рассказывает, говорит, 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 а вас ни о чем не спрашивает. В каких случаях это может происходить? Очень часто это связано с тем, что компания является сетевым маркетингом. Им, в принципе, все равно, кто придет к ним работать. Самое главное, чтобы распространяли их продукцию. И вот они вам рассказывают, как это нужно делать и так далее. Второй вариант – это уже одна из заключительных стадий собеседования. Предположим, вы разговариваете с тем, как вы мне о вас отключите? С генеральным директором. Или с собственником организации. Понятно, что сделан выбор. Скорее всего, именно вас примут на работу. И это собеседование, оно даже не собеседование, а просто рассказ о том, какие задачи будут стоять перед вами, что вам нужно делать и так далее. Вы тоже можете расслабиться и разговаривать как будущий работник. Очень часто на собеседовании задают много вопросов. Кейсы. Кейс в данном случае – это ситуация. Представьте себе, что вы будете делать, если и дальше какая-то ситуация, на которую нужно ответить. Или профессиональное тестирование. Например, если нам нужен начальник отдела кадров, мы обязательно спросим что-нибудь на знание того законодательства. Например, за какой срок, за какое время мы должны утвердить график отпусков. И тогда отвечаете не позднее, чем за две недели. Совершенно верно до начала календарного года. Хорошо, говорим мы, ставим галочку. Это знают и так далее. Это называется испытание. Вот такой стиль проведения интервью называется испытание. Кейс интервью – профессиональное тестирование. Очень часто проводят интервью в стиле партнерские переговоры. Интервью по компетенциям. Что такое компетенции? Это те качества, которыми должен обладать данный конкретный кандидат для того, чтобы быть успешным не только в выполнении этих функций. Допустим, бухгалтер должен быть внимательным. Но и он должен быть успешным в этой конкретной компании. Потому что в нашей компании, например, авторитарный стиль управления. И все должны быть стрессоустойчивыми. Это компетенции. Поэтому в собеседовании часто проводят интервью по компетенциям. Как оно выглядит? Вас могут спросить. Расскажите, пожалуйста, о том, как вы. Ну и дальше что-то. Например, расскажите о том, как вы решили вот такую-то проблему. Или расскажите о том, как вы уладили конфликт. И так далее. И вам нужно будет это рассказать. Это интервью по компетенциям. Итак, стили интервью бывают абсолютно разными. И вы должны понимать, что если работатель проводит интервью в том или ином стиле, то это что-нибудь значит. Это не просто так он захотел, а именно есть какая-то определенная цель. Какие бывают виды собеседований? Абсолютно разные. Если кто-то из вас посещал много собеседований, больше десяти, то вы наверняка замечали, что виды собеседований бывают разные. Я вам сейчас о нескольких видах расскажу и объясню, как себя вести лучше в этом случае. По структурированности. Структурированные и не структурированные. Структурированные интервью вы сразу отличите от не структурированных. Когда вы приходите, и вам по плану, так вот прям четко задают вопрос за вопрос, вы понимаете, что происходит. Вот это первая часть собеседования, это вторая, это третья. Значит, скорее всего, это структурировано. Вот такие интервью проводят, как правило, рекрутеры. Они готовятся к этому, и они задают одни и те же вопросы всем кандидатам, для того, чтобы их потом сравнить, ну, вас их сравнить и выбрать лучшего. Так проще, когда по блокам задаются вопросы. Как правило, структура собеседования содержит следующее. Обязательно интересуется опытом работы и подготовкой. То есть образование, да, если есть какое-то основное образование, дополнительное образование и опыт работы. Прообразование могут задавать вопросы об учебных заведениях. Например, как вы выбирали профессию или учебное заведение. Это очень важно. Не просто какое, потому что у вас в резюме это все написано, это все понятно, любой грамотный человек может прочитать. А почему выбрали именно это? Вот для работодателей это очень важно, потому что это показатель вашей мотивации, к чему вы стремитесь. И еще есть такое понятие, как метапрограмма. То есть это те шаблоны, при помощи которых думает каждый человек. И вот если вы говорите о том, что я выбрала, ну, потому что родители у меня, врачи, предположим, и я продолжаю династию, это говорит, что, скорее всего, у вас внешний тип референции, то есть вы прислушиваетесь к мнению других людей. А если вы говорите о том, что я с детства мечтала стать врачом, врачом, несмотря на то, что мои родители, педагоги и все хотели, чтобы я был педагогом, например, то это говорит, что, скорее всего, у вас внутренний тип референции. Что это означает? Это означает, что если внешний тип референции, то вы будете очень хороши, как член команды какой-то, в проектах будете хорошо работать, или, скажем, как исполнитель будете очень сильным. А вот если у вас внутренний тип референции, то, скорее всего, вам нужны какие-то профессии, специальности, где вы будете принимать самостоятельные решения и отстаивать свои решения. Например, это аудиторы, или контролеры, или прокуроры. Очень хорошие получаются таких людей. Про опыт работы обязательно будут задавать вопросы. Например, один из так называемых глупых вопросов. Какие еще предложения работы вы рассматриваете? И кандидаты сразу теряются. Зачем задает этот вопрос? А что я должна ответить? На самом деле работодатель хочет посмотреть, во-первых, востребованность на рынке. Вообще интересуется вами кто-то еще? Или я один такой секунду решил вас пригласить? И второй момент. Это связано с тем, насколько вы интересуетесь другими работодателями. Допустим, что вы умеете проходить собеседование, что вы умеете самопрезентацию проводить и так далее. То есть вы можете заинтересовать другого работодателя. Кроме того, на собеседовании также, кроме образования, подготовки и опыта работы, могут поинтересоваться вашими амбициями и мотивациями, планами на будущее. Например, могут задать такой вопрос. Каковы ваши планы через несколько лет? Тоже часто задаваемый вопрос. Встречались с таким вопросом? Зачем спрашивают? Ну, очень просто. Нам нужно понимать, как вы хотите развиваться. Если вы скажете, я хочу быть руководителем отдела, я подумаю, а я куда денусь тогда, если вы будете на моем месте. Если же у меня есть планы действительно переходить куда-то в другое место работы, либо с повышением, тогда, наверное, это будет интересно. Вот у меня будут замены, и все здорово. Если же вы говорите, мне интересно развиваться горизонтально, ну, например, я работаю в отделе кадров, но хочу еще знать расчет заработной платы, подбор персонала и так далее, то я понимаю, что угрозы мне нет. У человека амбиции не на вертикальный рост, а на горизонтальное профессиональное развитие. Но, опять же, когда вы приходите на собеседование, вы же этих тонкостей не знаете. Поэтому как отвечать на эти вопросы? Как я говорю всегда, честно. Что думаете, то и нужно отвечать. Могут еще задавать вопросы по избранной профессии. Например, хотели бы вы изменить что-то в своей работе? Что именно? Это тоже очень важный вопрос, потому что здесь мы видим, насколько широко мыслит человек, и вообще понимает он, чем занимается или нет. И сможет ли какие-то инновационные предложения нам сделать. Это структурированное интервью. Неструктурированное интервью вы сразу тоже узнаете и отличите, потому что неструктурированное интервью, оно будет проводиться эмоционально. Как правило, его проводят руководители подразделения. Они начинают задавать вопросы, которые приходят им в голову. Вот они говорят, говорят о чем-то с вами, и вдруг их мысль пошла куда-то в другую сторону, разговаривали вроде бы о функционале, потом вы сказали что-то про семью, они начали расспрашивать про семью, потом вы сказали что-то про обучение, они переключились на обучение и так далее. Это не структурированное интервью. По способу проведения может быть личная встреча, когда вы приходите на встречу с работодателем, может быть телефонный разговор и онлайн интервью, по скайпу, например, или по вебинару. Конечно же, самое удобное это личная встреча, потому что вы получаете больше информации о компании, вы видите, как оборудован он офис, вы видите этих людей, вы видите невербалику, то есть невербальные средства общения, такие как жесты, мимика и так далее. По телефону всего этого не видно, единственное голос только и какая-то информация по тону. Ну, онлайн интервью, оно тоже достаточно информативное, вместе с тем полной информации получить сложно по онлайн интервью, в отличие от личной встречи. Поэтому, если вам будут предлагать разные варианты, все-таки напроситесь на личную встречу, если есть такая возможность. По количеству участников. Вы приходите и перед вами один представитель работодателя, это называется индивидуальное интервью. Вы приходите и кроме вас еще несколько соискателей, это называется групповое интервью. В каких случаях оно проводится? Когда у работодателя мало времени для выбора, он приглашает соискателей сразу одновременно, для того, чтобы задавать вопросы, посмотреть, как они отвечают и так далее. Либо это ассессмент-центр. Центр оценки специалистов. При подборе очень часто используется эта технология, для того, чтобы оценить кандидатов. Кандидатам задаются разные вопросы, упражнения, дискуссии устраиваются, деловые, групповые игры, ролевые игры и так далее. И тогда мы понимаем, кто из соискателей обладает теми компетенциями, которые нам нужны. И, наконец, есть еще один вид, это панельное интервью. Что такое панельное интервью? Когда вы приходите, а тут не один работодатель, а несколько человек перед вами сидят. генеральный директор, директор по персоналу, рекрутер, менеджер по персоналу, по подбору персонала, психолог, представитель службы безопасности. И все они сидят и задают вам вопросы. Казалось бы, какой кошмар, какой кошмар. На самом деле, это самое лучшее интервью, потому что все эти важные люди собрались не просто так, они собрались оценить вас. Скорее всего, вы единственный. Ну, или, может быть, есть какой-то еще там кандидат. И в данном случае вас оценивают даже не столько как кандидата, а присматриваются к вам как к коллеге. Потому что предполагают, что, наверное, выбор будет сделан именно в ваш пользу. По составу интерьеров. HR или психолог, или рекрутер, менеджер по подбору персонала. И вот какую информацию несут эти люди для соискателей. Понятно, что менеджер по персоналу, он не может так же хорошо знать все специальности до тонкостей, как свою. Поэтому задавать профессиональный вопрос он, скорее всего, не будет. А если и будет, то, скорее всего, они будут подготовлены специалистами. Да, и какой-то тестировал может дать, или какие-то вопросы задать. Но глубоко он копать не будет. Что для него важно? Для него важно, наш человек или не наш человек. То есть, подходит ли вы под корпоративную культуру и под требования вакансий или нет. Какие вопросы можно задавать? По поводу корпоративной культуры. Вот как раз у рекрутера очень хорошо спрашивают. И про дресс-код, например. Потому что, если это многоэтапное собеседование, и в следующий раз вам придется встретиться с руководителем, непосредственно руководителем, и вы хотите произвести впечатление, то, естественно, внешний вид он играет большую роль. Вот тут можно уточнить, есть ли какие-нибудь особенности. Или у него же можно спросить, как выглядит процедура Майма поэшагово, поэтапно. Как вариант, можно поинтересоваться причиной появления такой вакансии. Либо это совсем новая должность, либо на ней уже кто-то работал, работник, но куда-то исчез. А может быть не исчез, а может быть он пошел на повышение в этой же компании. Это ведь тоже очень интересно. Службы безопасности. Как я уже сказала, они интересуются, в первую очередь, насколько мы законопослушны, поэтому здесь могут быть разные варианты. Например, игра хорошего, плохого полицейского. Один дяденька задает строгие вопросы, пытается вас вывести из себя, такой стресс-интервью. А второй говорит, ну что ты, ну что ты, девушка молодая, зачем ты ей задаешь такие вопросы. То есть он пытается к себе расположить. Есть такие приемы. Еще раз повторяю, что у них совершенно другая задача. Непосредственный руководитель. Здесь тоже есть свои особенности. Ему очень важно понимать, сможете ли вы выполнять функции, которые он вам предложит или нет. Это не значит, что он ищет идеального кандидата, который лучше его знает работой. Нет, ни в коем случае не надо. Не надо вот этого. Ему очень интересно понимать, вот тот участок работы, потянете ли вы или нет. А если вы знаете еще и смежный участок работы, это замечательно. Вообще универсальные солдаты, они всегда тенились и будут тениться, когда вы сможете заменить заболевшего, работника или ушедшего в отпуск. Лицо принимающие решения ЛПР, как правило, это генеральный директор, либо собственник компании. В небольших компаниях именно это последнее лицо, первое лицо компании, но последний этап интервью, они принимают решение. Если вам посчастливилось присутствовать на собеседовании с лицопринимающим решением, я вам очень рекомендую задавать вопросы, касающиеся компании. Истории компании, структуры компании, миссии компании, будущее, стратегии компании. Они это очень любят. Они это очень любят, потому что им интересно рассказывать о своем детище, о том, куда мы движемся, какие перед нами грандиозные планы стоят и так далее. И, наконец, коллега. Вообще идеально, если у вас будет возможность пообщаться с коллегами. Как это можно сделать? Во-первых, вы знаете, что опаздывать на собеседование нельзя ни в коем случае. Лучше прийти пораньше и пообщаться с теми людьми, которых вы встретите. Это могут быть охранники, это могут быть секретари. Возможно, даже вам разрешат посидеть в том отделе и подождать кого-то, и тут вы можете тоже пообщаться с теми, кто там рад, или хотя бы понаблюдать за ними. Это очень важная информация. И с коллегами вы тоже можете, если такая возможность будет, то вы можете поинтересоваться атмосферой в коллективе, как они живут, чем живут, что у них интересного есть, какие праздники они отмечают, как принято первый рабочий день отмечать. Возможно, у них принято, чтобы новый работник каким-то образом угощал кого-то. Например, в одной организации, где я работала, в рекламном отделе встречают новичков так. Человек приходит, отрабатывает первый день, и ему предупреждают, что первый день у нас час длиннее будет. И в 6 часов, когда все заканчивается, все собираются, накрывают стол, покупают торт, угощают всех, естественно, то есть все это сделают для нового работника, и знакомятся с ним. Здорово, правда? Очень приятно. Причем это неожиданно происходит. Человек понимает, что ему на час надо переработать, а тут оказывается раз, и коллеги с ним поздороваются и знакомятся. Итак, есть разные виды собеседований, и есть разные типы интервью. Биографическая. Когда вас спрашивают, расскажите, пожалуйста, себе. И тут тоже возникает вопрос, Боже мой, а с чего же мне начинать? Я родился в 1900 каком-то году, вот ни в коем случае этого делать не нужно. Рассказывать о своем обучении можно только тем, кто действительно, кому нечего больше рассказать, выпускники вузов, о чем вам рассказывать, у них практически нет трудовой биографии, поэтому, конечно, они будут рассказывать об обучении в учебном заведении, о том, какие практики, проходили стажировки и так далее, или подрабатывали где-то. Вот это и можно. Всем остальным акцент я рекомендую делать, конечно же, на трудовой деятельности, на функционале, который вы выполняли, и желательно начинать с последнего места работы, а там дойдем, не дойдем, до первого, не важно. Конечно, рекрутер вас не будет останавливать, и не будет говорить, не, не, стоп, 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 это я знаю, что вы родились в 1900 каком-то году. Он выслушает вас, безусловно, но для себя он сделает пометки, что человек не может выделить главное, он не понимает, где он присутствует, что это за беседа деловая или нет, а тем более, если вы очень много будете рассказывать о своей семье, о своих кошечках и собачах, которые мы очень любим, обожаем. Наверное, это не тема собеседования. Если рекрутер поинтересуется, да, мы можем продолжить беседу, но если не будут об этом спрашивать, вспомните, что вы пришли утраиться на работу, а не в кружок по интересам. Проективное интервью, тоже очень интересное интервью, когда вам задают какие-то вопросы, ну, например, а почему люди увольняются, или когда оправдана ложь. Какие-то странные вопросы, согласитесь. Но когда рекрутер задает эти вопросы, у него, конечно, есть определенная цель. Это называется проективное интервью, и проекция работает на подсознании. Вот тогда рекрутер очень хочет понимать, что же на самом деле есть. Потому что если человеку задать в лоб вопрос, почему вы уволились в последнее место работы, ну, неужели кто-нибудь расскажет, да потому что все там хамы и обманщики. Ну, нет, конечно, никто так не скажет. Все будут давать, скорее всего, если человек готовится к интервью. Социально ожидаемо. У меня не было, например, профессионального роста. Ну, действительно, у человека не было профессионального роста, он решил войти в другое место работы. Тут все понятно. А вот если задать вопрос по-другому, направленному на других людей, ну, например, как вы думаете, почему люди увольняются? А еще могут рекрутеры какую-нибудь историю сочинить. Ну, например, вы знаете, у нас есть один отдел, ну, например, отдел продаж. И вот там постоянно текучесть персонала, очень высокий коэффициент по сравнению со всеми остальными. Как вы думаете, вот в чем дело и как с этим работать? Вроде бы ничего особенного, да, не спросили. Но когда мы начинаем отвечать, мы же будем отвечать на основе своего опыта. Вот то, что мы знаем, то, что нам дорого, то, что первое приходит в голову. И проекты интервью, они, как правило, очень интенсивные. То есть нам не дают возможность подумать, а задают вопросы в достаточно быстром темпе. Не успеваем сосредоточиться, отвечаем первым попавшимся и вот, пожалуйста, рассказываем о себе фактически, да? Про кейс интервью я вам уже рассказываю. Это ситуационное интервью, когда задают некую ситуацию. И смотрят, как вы будете отвечать. А вот самое главное в кейсе, это неправильные ответы. Как правило, там нет правильных ответов. На что смотрит рекрутер? В первую очередь, он смотрит на вариативность. Потому что из каждой ситуации есть несколько выходов. Представьте себе, что вы опаздываете на важную встречу. Что вы будете делать? И дальше вот эта вариативность. Если человек впадает в транс и не может ответить ни одного варианта, привезти, ну, наверное, это не очень правильно. Вот. Поэтому желательно на такие кейсы отвечать несколько вариантов, приводить. Два, три, четыре варианта. Интервью по компетенциям. Я уже рассказывала о том, что задают вопрос. Расскажите, пожалуйста, о том, как вы, например, в короткие сроки закрыли такое-то количество вакансий. Вы вспоминаете, рассказываете, все понятно. Знает, умеет. И стресс-интервью. Про стресс-интервью сейчас тоже расскажу. Третий вопрос. С какой целью работодатель задает глупые вопросы? И как на них отвечать? Несколько вариантов так называемых глупых вопросов я уже вам озвучила. Сейчас еще приведу примеры. Ну, а потом, если у вас еще остаются такие, такого рода вопросы, вы их зададите, я вам расскажу, почему их задают. Например. Какой бы глупый вопрос вам задать? Ага. Что вы думаете о ваших недостатках? И тут работодатель хочет узнать, насколько вы откровенны с работодателем, насколько вы можете оценить себя, какая у вас самооценка за нижнюю, завышенную, адекватную. И что вы считаете недостатком? Это тоже очень важно. Потому что согласитесь, что у каждого человека понятие недостатков разное. Кто-то считает, что он недостаточно профессиональный, кто-то считает, что он излишне эмоционален, а кто-то считает, что он излишне скрытен, например. Вот тут тоже выясняется. Или чем вы занимались, когда у вас не было работы? Тоже очень важный вопрос, потому что работодателю... Вот у нас следующий вопрос, как объяснить работодателю в работе. Каждому работодателю очень важно понимать, что, во-первых, вы не отстали от жизни, и вы понимаете, что нужно дальше делать. Возможно, вы обучались, посещали какие-то выставки, конференции, сайты, читали вебинары и так далее. Ему очень важно понимать, что вы хотите работать. Они просто пошли работать, потому что прокутили целый год деньги, теперь нет денег, надо где-то их заработать. Какие варианты есть? Первое. Я отдыхал. В принципе, это допустимо. Если человек работал очень интенсивно, в течение длительного времени, без выходных, то, конечно, ему нужно какое-то время отдохнуть. Тогда мы говорим так. Я отдыхал, я набрался сил, я восстановил здоровье, и теперь хочу применить все свои знания, навыки, наработанные своим опытом, в выполнении функции. Или я решал личные проблемы. Вот сам по себе этот ответ, наверное, не очень актуален, потому что вы ставите таким образом личные проблемы выше работы. Но желательно объяснить, что это за проблема была. Допустим, это была болезнь родственника, сейчас он, слава богу, здоров, поэтому я могу позволить себе работать. Или занимался здоровьем, сейчас все позади. А почему вы не могли работать и заниматься здоровьем, спрашивают вас. А вы говорите о том, что не хотел подводить работодателя, потому что занятие здоровьем требует очень много времени, и в это время работателю нужно было бы, чтобы кто-то другой выполнял функции и хотел его подводить, поэтому я решила уволиться, решить свои проблемы, а потом опять начинать работать. Или я учился. Прекрасная тема. Я учился, я набирал новых знаний, поэтому то же самое. А почему вы не могли совмещать? Потому что очень интенсивно учился. Я за месяц, за два месяца получил диплом профессиональной переподготовки, а это требует времени. Иначе получилось бы некачественное выполнение работы и некачественное обучение. Я полностью. Ну и так далее. Опрос пятый. Как объяснить конфликтное увольнение? Бывают такие случаи, когда мы говорим о конфликте, многие соискатели сразу же сжимаются и наоборот говорят, ну какие конфликты? Ну о чем вы? Кто, я конфликт? Да что вы, ну бог с вами. Нет, нет, нет. Это называется вот такое поведение, такая стратегия поведения, называется избегание. Когда для человека что-то очень важное, очень значимое, и негативные переживания, он не хочет этого видеть, а уж тем более с кем-то это обсуждать. Поэтому он старается закрыться и уйти от этого. Это тоже, кстати, показатель того, что у человека есть такая проблема, когда он говорит, нет, 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 ничего такого нет. С конфликтом надо работать. Первое, нужно понять, что такое конфликт. Это не ссора, это не драка, не бордобой, это столкновение интересов. Вот когда вы едете в метро утром, и очень много народу, наверное, бывает конфликтная ситуация. Другой вопрос, какие это скрытые, открытые конфликты и так далее, но они есть, потому что столкновение интересов. Я хочу войти в вагон, а меня отталкивают, потому что человек тоже хочет войти в вагон. На работе тоже бывают такие столкновения интересов, конфликтные ситуации, поэтому это не страшно. Конфликт нужно принимать, да, они есть. И второй момент, который нужно для себя уяснить, это то, что в конфликте не может быть виноватой только одна сторона. В любом конфликте, если он возник, значит, виновны обе стороны. Одна может быть больше, другая меньше, это не факт. Но, если мы попали в конфликт, и являемся стороной одной из сторон конфликта, скорее всего, доля вины нашей тоже есть. Как объяснить конфликтное увольнение? Почему я ушла с работы? У меня был такой нехороший босс, еще это мы, Мара Любовь Сергеевна, ее подружка Алла. Ну, это, конечно, перебор. Я не рекомендую вот так открыто говорить о конфликтах. Но, тем не менее, нужно признавать конфликт, и нужно об этом говорить. Такие варианты могут быть. Признание конфликта относительно, потому что, если действительно было увольнение, связанное с этой причиной, то работодатель узнает об этом. Рано или поздно он узнает. И будет не совсем правильно, если работодатель узнает, и разочаруется в вас. Поэтому признавать это нужно, и нужно говорить. Другой вопрос, как это все преподнести? Вариант, который на картинке явно не подходит, вариант, который я вам предложу, он больше подходит. Мы делаем акценты, мы правильно расставляем акценты. У нас возникло недопонимание. Ушли от слова конфликт, пришли к слову недопонимание. Очень мягкое слово, согласитесь. Итак, у нас с руководителем, у нас с коллегой возникло недопонимание. Это первое. То есть мы признаем конфликт. Второй момент. Обозначим свою роль в конфликте. Понимаем, что полностью перекладывать вину на одного человека, или на группу людей мы не будем. Мы признаем свою вину. Каким образом? Можно сказать, значит, вот мы взяли вину на себя. И третий момент. Показать работодателю, что если возникнет такая же ситуация, то вы будете вести себя как-то по-другому, потому что ему очень не хочется. Что если возникнет ситуация, вы опять точно так же напишите заявление об увольнении, уйдете и так далее. Поэтому третье предложение может быть таким. Я все это проанализировал, и если бы ситуация повторилась, я бы поступил иначе. Вот, пожалуйста, и основных моментов. Признание конфликта, ответственность возлагаем и на себя в том числе, и говорим, что больше это не получится, потому что мы обучаемые. Мы дважды на одни и те же граммы не наступаем. Шестой вопрос. Как убедить работодателя, что вы справитесь с обязанностями, даже при отсутствии опыта работы? Я вообще не очень люблю, когда в сопроводительных письмах или в резюме, или на собеседовании говорят, у меня нет опыта работы, у меня нет вообще опыта работы, но возьмите меня, пожалуйста. У каждого человека, так или иначе, есть некий опыт у взрослого человека. Пусть выполнением всех функций, но каких-то определенных. Например, вы работали секретарем, а теперь вы хотите работать в отделе кадров. Говорить, что у меня нет опыта работы, это, наверное, неправильно. Вы работали и с документами, и с людьми, значит, опыт работы есть. Другой вопрос, что в отделе кадров есть специфика какая-то, вот ее надо учесть. Но это уж совсем другой вопрос. И поэтому первое, что нужно объяснить работодателю, что вы готовы попробовать. Каким образом это можно сделать? Многие работодатели, в том числе и на работных сайтах, выкладывают всякие тесты, кейсы и так далее. И некоторые кандидаты говорят, что я буду проходить эти тесты, эти кейсы, зачем? Особенно это любят говорить рекламщики, менеджеры по рекламе. Вот они тут хотят маркетинговое исследование, я сейчас им сделаю бесплатно маркетинговое исследование, а они потом мне не заплатят и так далее. Но, на мой взгляд, это не совсем правильно, потому что это очень интересный опыт, на мой взгляд. Даже если это будет бесплатно, у вас есть возможность выполнить некий функционал, который, возможно, вам придется выполнять в другом месте. Правильно? Значит, первое, это постараться выполнить кейсы и те задания, которые даются на сайтах, ну или предлагает работодатель. Второе, если работодатель ничего не предлагает, но очень сомневается, что сможете работать в программе, ну, допустим, 1С, потому что вы только всего-навсего окончили в специалистик курсы. И все. И никогда не работали. Я уверена, что каждый, кто прошел какие-то курсы в специалисте, а тем более сам что-то делал, он сможет выполнить какой-то функционал, то есть какие-то задания. Можно проявить инициативу и сказать, если вы сомневаетесь в моих знаниях и умениях науков, дайте мне какое-то задание и я вам покажу, как я умею работать. И таким образом получаете это задание, выполняете, показываете, что вы умеете делать. И не обязательно выполняете это задание на 5 с плюсом. Это я с собственного опыта говорю. У меня был такой опыт. Я выполнила задание 4 с минусом, и у меня все равно взяли на работу. Вот. Поэтому не это важно. Важно то, что вы мотивированы, то, что вы проявляете инициативу, то есть хотите работать здесь, и вы готовы показать то, что вы умеете делать. Это важно. А да, кроме того, здесь хочу еще добавить, вполне возможно, что вы выполняли какие-то функции в смежной функции. Допустим, вы работали бухгалтером, рассчитывали заработную плату, и знаете кадрового производства, например. Седьмой вопрос. Почему работодатели любят проводить стресс-интервью? Что они вообще хотят? С какой целью они выводят соискателя из равновесия? Задачи совершенно разные бывают. Перед стресс-интервью стоят. В основном речь идет, конечно, о том, что в организации есть какие-то ситуации. Например, вас берут, менеджер по работе с клиентами, клиенты бывают разные, в том числе и конфликтные, и нужно посмотреть, насколько вы стрессоустойчивы. Либо в организации очень жесткая корпоративная культура, и руководитель разговаривает со всеми на повышенных тонах. Поэтому, конечно, нужно провести стресс-интервью, чтобы посмотреть, насколько вы стрессоустойчивы. Какие применяют инструменты? Могут задержать на некоторое время начало собеседования, или долго-долго говорить, не давая вам не сказаться. Задают вопросы один за другим и комментируя, например, «Расскажите, пожалуйста, о последнем месте работы». Ну, что вы задумались? Вы что, не работали? Может быть, вы просто официально были оформлены, а функции не выполняли? И этого вы не знали, все понятно и так далее. Или вас просят рассказать о себе или о своей работе. И дальше вы уже закончили рассказ, а интерьер больше ничего не делает. Он смотрит на вас, улыбается, например, и ждет чего-то. Пауза. Мхатовская. Или что-то пишет. Пишет, 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 пишет. Или в телефоне что-то там такое делает, там улыбается, там что-то такое, переписка у него какая-то идет. На вас не обращает внимания. Еще могут быть инструментами стресс-интервью вопросы о личных причинах увольнения. Причем не очень корректным тоном. Ну что, наверное, вас выгнали. Скорее всего, не справились. Ну и повышенный интерес к личной жизни кандидата. Причем такие достаточно интимные, не очень приятные вопросы, которые воспитанные люди никогда не задают. Вопрос. Для чего устраивается стресс-интервью? Чтобы вывести вас из себя. Вопрос, как себя вести. Всегда рекомендую вести себя так, как вы считаете нужным. То есть, если эти вопросы вам неприятны. Если данная ситуация вас не устраивает. Ну, например, вас посадили в комнату, где постоянно заходят люди, уходят, вот спиной уходят, отвлекают вас. Вы можете об этом сказать. Конечно, вам не очень удобно здесь разговаривать. Возможно, перейти ли в какое-нибудь другое помещение, чтобы нам не мешали. Вместе с тем, если вы понимаете, что это стресс-интервью, и вы хотите работать в этой организации, то в этом случае, наверное, стоит подыграть. Стоит подыграть и сделать вид, что вам все приятно, что вы всем довольны, улыбаться. И показываем, что мы и это можем пережить, и это, и нас вообще ничего не волнует. Но имейте в виду, что когда вас примут на работу, именно в такой же обстановке, вам придется работать тогда. Готовы вы к этому или не надо? Еще один очень важный вопрос, который часто задают, это как провести переговоры о заработной плате. Когда их надо начинать? Что говорить? Чтобы не продешевить в том числе? Во-первых, конечно же, нужно сделать самооценку, оценить себя, какой я кандидат. Минимум и максимум на рынке труда, обилку вот эту, диапазон. Минимум – это ниже которого мы не можем опуститься, потому что у нас социальные обязательства есть какие-то, в конце концов, нам надо за проезд платить, кушать и так далее, одеваться. И максимум – это выше которого уже криминал или что-то неприличное. Потому что, согласитесь, если вас приглашают к главным бухгалтерам и предлагают платить… Сколько? Сколько? Двести чего? Долларов? Или тысяч? Двести тысяч рублей, наверное, не так много для главного бухгалтера, а вот два миллиона в месяц рублей, даже рублей – это, наверное, многовато. И тут нужно задуматься, а от чего это вдруг? Так много кандидатов, а мне вдруг предлагают такую сумму. Что предлагали? Слава Богу! Указание уровня зарплатных ожиданий в резюме. Тоже очень часто задают вопрос, надо ли указывать или не надо. Тут палка в двух концах. Если мы указываем ожидания в резюме, можем не попасть в тот диапазон, который запрашивает работодатель. Ему нужен главный бухгалтер 200 тысяч рублей, а мы написали 100 тысяч рублей. Все, мы не попали в диапазон. И, напротив, если мы пишем по договоренности, работодатель может не рассматривать такие резюме. Что делать в этом случае? Все очень просто. Делаем два резюме одинаковых. Одно с указанием заработной платы, другое без указания. И смотрим, на какое резюме больше откликов. По телефону не рекомендую обсуждать денежные вопросы, потому что, как правило, звонят не для того, чтобы пригласить на собеседование, а для того, чтобы провести маркетинговое исследование. Звонят кандидатам, спрашивают, на какой уровень заработной платы вы рассчитываете. Рекомендую уклоняться от этого очень тактично. Например, я готова обсудить это при личной встрече. Или я очень гибок в этом вопросе, и все будет зависеть от функционала. Если мы уже на собеседовании, то вести переговоры о заработной плате нужно в конце собеседовании. Ни в коем случае не начинать с этого. Вы мне заплатите 200 тысяч рублей в месяц? Нет, не заплатите, но я пошел. Конечно, в конце, когда работодатель уже готов нас принять на работу, мы понимаем, что мы его заинтересовали. И вот тут мы можем обсуждать эти вещи. Если работодатель сам не высказал пожелание обсудить это, задайте ему этот вопрос. Поинтересуйтесь, какие компенсации предполагаются на эту должность. Не говорите, что сколько вы мне заплатите. Какие компенсации получит работник, который будет выполнять эту функционацию? Очень деликатно. Обязательно выясните, что входит в этот компенсационный пакет, потому что кроме оклада, который может быть озвучен и может быть достаточно низким, могут быть премии, различные льготы, надбавки и так далее. Как правило, работодатель, когда называет сумму, он в эту сумму включает 13-процентный налог, который каждый гражданин Российской Федерации должен отплачивать в козлу. 13-процентный НДФЛ. Так называемый гроз, то есть с включенным налогом. Предположим, 100 тысяч рублей. Вы должны понимать, минус 13% это будет 87 тысяч. На всякий случай можно точнить, до или после вычета налогов. И еще один вариант, это предложить следующее. Работатель говорит, вот меня все устраивает, я очень хочу, чтобы вы у нас работали. Но вы как-то запрашиваете очень высокую сумму, я не уверена, что вы справитесь, что вы будете стоить эту сумму. А вы-то уже проверили на рынке труда, что, да, специалисты этой категории, они стоят столько. В этом случае, чтобы работодатель не переживал, что он берет кота в мешке и переплачивает, вы можете предложить на срок испытания установить ту заработную плату, которую предлагает работодатель. А потом, после срока испытания, если вы выполните те конкретные задания, которые он вам даст, в те сроки, которые он установит, обязательно должна быть измеряемость. То есть мы должны сами понимать, что мы это выполнили и доказать всем остальным. Тогда зарплата может быть изменена. Но это нужно зафиксировать обязательно в данном договоре. Какие вопросы можно и нужно задавать работодателям? Ну, во-первых, правила хорошего тона, конечно же, если работатель говорит, что вас еще интересует и так далее, можно поинтересоваться той информацией, которой нет нигде про компанию. Понятно, что перед тем, как идти в организацию на собеседование, мы, наверное, все уже прочитали про эту компанию, уже знаем, чем она занимается и так далее. И если какая-то информация осталась непонятной, тогда ее можно задать. Также правилом хорошего тона являются вопросы о функционале. Если что-то еще непонятно, что нужно делать, какая ответственность будет, кто этим будет заниматься и так далее, это можно спросить. Вместе с тем, может получиться так, что вы уже все узнали перед приходом к работодателю на собеседование. На самом собеседовании работодатель тоже достаточно подробно вам уже рассказал, у вас же было собеседование, вы, возможно, уже задавали какие-то вопросы. И вот в конце он говорит, какие вопросы вас интересуют, а у вас нет никаких вопросов, то как вариант можно сказать, поблагодарить. Большое спасибо, вы очень подробно все рассказали. на данный момент у меня нет вопросов, но с вашего позволения, если они возникнут, потому что информации очень много, мог бы я или могла бы я обратиться к вам, ну, допустим, по email, написать этот вопрос или по телефону. Таким образом, вы говорите о том, что у вас много информации, что вы готовы ее анализировать и даете возможность, себе шанс получить согласие на звонок или на письмо. То есть тогда уже работодатель не скажет вам, что зачем вы мне звоните, вы вроде как договорились, что если возникнет вопрос, я буду звонить. И десятый вопрос. А действительно, вот чем руководствуется работодатель, когда он принимает решение в пользу какого-то конкретного кандидата, а не в пользу другого? Ведь многие кандидаты имеют одинаковый уровень образования, опыт работы. Ну, что-то ведь интересует работодателя больше. И тут матрица, моя любимая матрица, квалификация, мотивация. Если мы по вертикали откладываем уровень развития квалификации, то есть то, что кандидат может делать, а по горизонтали мотивацию, то есть хочет ли он это делать, у нас получается несколько полей. В частности, первое поле с низкой квалификацией кандидат и с низкой мотивацией. Он ничего не умеет и не хочет ничего делать. Понятно, что такой кандидат никого не заинтересует. Второй кандидат с высокой квалификацией, у него хорошее образование, хорошее дополнительное образование, опыт работы, он известен на рынке, но почему-то не хочет работать в этой конкретной компании. Например, неинтересные задачи или компания небольшая. Он тоже неинтересен работодателям. А вот остальные два кандидата, третий и четвертый, они интересны. У третьего кандидата высокой квалификации, и он хочет работать в этой организации. У четвертого невысокой квалификации, может быть, он меняет сферу деятельности или выпускник, но высокой мотивации, он хочет работать. Вот эти два кандидата, они интересны работодателям, но на разной позиции. Четвертый кандидат интересен на позиции начинающим, там есть ассистенты, помощники, там где, может быть, групповая работа какая-то, где ему могут помочь. А третий, там где есть ответственность индивидуальная и, например, главный бухгалтер или генеральный директор. Но обратите внимание, что оба эти кандидата отличаются от предыдущих тем, что у них высокая мотивация к работе. И, конечно, каждый работодатель хочет, чтобы работники приходили на работу с горящими глазами, с удовольствием выполняли свой функционал, еще и задерживались без оплаты. Это просто мечтали бы о работодательном. Всем большое спасибо. Я очень надеюсь, что мы еще встретимся и неоднократно. Мы с вами прощаемся. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok